С Верой в спорт Организация Сегодня передо мной Руководитель проекта Спорт во благо в Кирове А также соучредитель организации Родителей детей инвалидов Дорогой добра Зинаида Зверева Здравствуйте, Зинаида Добрый день, уважаемый радиослушатель Вера, здравствуйте Здравствуйте Итак, 24 февраля С 10 утра Утром Плина Который пока еще стоит Да, мы очень надеемся, что он будет стоять Очень надеемся Пройдет замечательное событие Замечательное мероприятие Расскажите, что же такое будет? Это будет благотворительная лыжная гонка В поддержку детей с синдромом Дауна И другими особенностями развития Мы не первый год уже проводим это событие Это будет наша пятая лыжная гонка И с каждым годом она привлекает Все больше и больше участников И зрителей, и болельщиков И нас это, конечно же, очень радует То есть в прошлом году Уже было около 200 участников Плюс столько же болельщиков Это дети и родители Да, это взрослые и дети Это и родители, и дети Да, все верно Наша лыжная гонка Она построена так, что там интересно будет всем И можно на любой возраст То есть мы как раз в том году впервые Ввели малышей до пяти лет Ни разу мы на лыжной гонке Их не вводили А тут решили попробовать сделать для них Отдельную дистанцию 50 метров Поверьте Это первые 50 метров, наверное, которые ребятки Преодолеют на лыжах На таких больших соревнованиях, да? И здесь неважно, за какое время они пробегут, пройдут, доползут, как говорится Здесь победители на этой дистанции будут все Поверьте мне, это будет вот дистанция 50 метров Это будет самая поддерживаемая болельщиками дистанция То есть никогда так еще не болеют за малышей За малышей болеют нереально круто То есть и очень интересно наблюдать Потому что малыши разного возраста И кто-то уже на лыжах 50 метров проходит сам Кто-то там держась за ручку мамы и папы А через там 10-15 метров мы смотрим, что уже Чишет сам Не сам, а на руках у папы А мама несет позади лыжи И это тоже мы приветствуем Это очень здорово И в конце на этой дистанции мы всем малышам Даем призы Это их первые призы на спортивном мероприятии И мы очень рады Мы их ждем на финише Очень болеем за них А следующая дистанция у нас идет Да, еще скажу, что для самих малышей Это тоже очень-очень значимо Да, это очень волнительно Это вот первый такой старт Ответственный старт Когда нужно себя показать классно И когда они преодолевают эту дистанцию То же самое не раз являлось свидетелем Насколько вот огонь в глазах горит Все хочется еще, еще И в следующий год тоже придем, говорят они Вот, да, еще дистанции Вообще соревнования – это огромный стимул для детей У них есть цель, к чему стремиться То есть даже наши подопечные Сейчас выходят на лыжах в выходные Да, да И тренируются Это очень важно Потому что несколько лет назад Когда только начиналась наша организация Спортивного направления В принципе не было Потому что не было запроса снизу Не было запроса от родителей То есть никто не предполагал Что возможности детей позволят Такое, то есть раньше все время было Что вот нам нужны дефектологи, логопеды, психологи Ребенок должен сидеть, что-то заниматься Здесь другая деятельность А сейчас родители поняли Что без физической активности Развития ребенка не будет И сейчас родители уже начинают сами Проявлять инициативу Записывать детей в какие-то спортивные секции Меня это очень радует То есть потому что раньше даже Вот ну не было Невозможно было куда-то Отдать ребенка с особенностями развития Невозможно было, почему? Их просто не было Если нет запроса, то их нет То есть если и были там плавни То есть там же очень маленький набор А куда остальных? То есть и у родителей не было То есть никак не видели родители В спорте будущее То есть мы не говорим о том Что для кого-то возможно спорт это станет будущим То есть будущая профессия И определит будущее Для кого-то не станет Но выбор все-таки должен быть Куда пойти в дальнейшем ребенку В спорт, в творчество Во что-то другое То есть выбор должен быть И родители должны пробовать Давайте о проявлениях в спорте Мы еще много позднее поговорим Сейчас вот раз уж мы начали про дистанции говорить С деток, с малышей Давайте еще расскажем, какие есть дистанции А следующий у нас сразу стартуют Дети постарше Это 6-9 лет У них дистанция 300 метров И здесь уже пойдет серьезная борьба Потому что здесь идет борьба За первые призовые три места И у нас призовые места будут Награждаются три лучших девочки И три лучших мальчика То есть получается шесть человек мы наградим То есть за первое, второе, за третье место Где будут призы, дипломы, медали Будет награждение на сцене Затем дистанция идет Дети постарше 10-13 лет Они побегут 800 метров После этого нас всех ждет Эстафета корпоративных команд 4 по 500 То есть от организации идет 4 человека в команде Каждый из них бежит 500 метров То есть это для лыж Достаточно небольшая дистанция Поэтому она быстро преодолевается Скажем так И там нет каких-то серьезных спусков и подъемов То есть если даже человек не очень увлечен лыжами То есть он все равно ее, эту дистанцию пробежит Но за счет того, что она короткая Она очень азартная и смотрительная То есть это все очень быстро Это все происходит на поляне То есть комментирует все ведущий Когда один участник первый передает эстафету второму Третьему То есть кто-то пошел на обгон Кто-то уже финиширует Достаточно это все смотрится И болельщики от организации Они тоже своих поддерживают С транспарантами, с флагами приходят Поэтому это тоже очень здорово И очень весело бывает После этого Давайте еще расскажем Насколько популярен именно такой корпоративный вид отдыха Вот командные, корпоративные эстафеты Какие компании заявились у вас? Есть ли у вас информация? Да Значит у нас есть Может это из года в год заявляется? У нас в этом году появился генеральный партнер Это Ротари-клуб Вятка То есть они будут представлять две команды Да Затем официальный партнер уже известный у нас Это наш кировское отделение Сбербанка То есть от них тоже будут команды Регулярно нас поддерживает дистрибьюторский центр ТАПРВР Это посуда То есть они тоже От них будет команда Также мы ждем от Т-плюса Они в любом случае участвуют Просто сейчас они решают Да, сколько команд выставлять Ну, скажем так Для организации такой Вид благотворительности Он вновь То есть не очень знают Вот что так можно участвовать То есть Но тем не менее Все равно организации прибавляются То есть Нам радуют Мы ждем компанию здраво Очень надеемся Что они соберут команду И выставят Ждем компанию Доронича То есть тоже ждем от них команду Насколько я знаю По крайней мере у Доронича У них еще свои какие-то соревнования Внутренние проходят По лыжным гонкам Да, вот очень сложно бывает Что есть Пересечения Организации, да Которые хотят участвовать И у нас из года в год участвуют Но бывает, что пересечения подайте То есть и какие-то там Да, свои мероприятия Свои мероприятия Вот тут очень сложно бывает В этот же день, насколько мне известно Еще в Радужном будет проводиться лыжная гонка Тоже будет такое спортивное мероприятие Вот Но здесь все-таки Киров Здесь трамплин Поймать свободный выходной Практически нереально Как показывает практика Да, постоянно что-то проходит Поэтому Что делать? Лыжи у нас все равно популярны Поэтому мы ждем На трамплине всех любителей лыж Как говорится, даже если У вас нет лыж Это не повод не участвовать В нашей лыжной гонке Мы сейчас дойдем до дистанции И поговорим Где можно без лыж принять участие Сейчас мы немножко вернемся К эстафете корпоративных команд Мы еще несколько лет назад Такое придумали Ноу-хау То есть У нас были запросы на эстафету От простых участников Кто хотел своими друзьями Поучаствовать И мы предложили такой вариант Как команда ребенка То есть мы называем команду Именем нашей подопечного Нашего ребенка Каждый год это Разный малыш В этом году Это команда Даши будет То есть И они будут Ребята скидываются Регистрационный взнос На Для команды Составляет 2000 рублей Они сами Скидываются И бегут уже Под эгидой Даши Даша будет ждать Всех на финише Она готовит уже Самодельные Небольшие Призы от себя Здорово Да И обязательно Подарит всем командам Расскажите про Дашу Даша Ей 5 лет Она Удивительная Девочка Так случилось В ее жизни Что Она Начало своей жизни Провела в стенах Детского дома Потом Ее увидели Одна семья Увидела И решила Что Даша Должна жить В их семье Поэтому Еще нет Года Как Даша У нас живет В семье У нее Есть старший брат Она наверстывает Сейчас Все упущенное время То есть Посещает Мультики Ходит в театры В цирк То есть На концерты Куда-то То есть Она ходит Заниматься К нам В центр И мы Очень надеемся Что Дашу Придут Поддержать Все Больше Команд Одна команда Уже зарегистрировалась Команда Даши Есть Но мы приглашаем Других участников Пусть Команд Даши Будет Больше Даши Будет Приятно Конечно Она успеет Только Наград Всем сделать Успеет Да У нее есть Время А задание Да Задание Дано Чтобы Даша Подготовила Подарочки Да Прекрасный стимул Мотивация Прийти Получить Награду От Дашеньки Да И сделаны Ее собственными Руками Это Уникальная Вещь Просто Это очень Здорово Вот так И еще Продолжайте Ну а дальше После эстафеты Нас ждут Взрослые старты То есть Дистанция Три километра И впервые Мы сделали Дистанцию Десять километров Большая дистанция Да Серьезная Мы обычно делали Шесть километров Нынче Мы решили Сделать так Посерьезнее Уже Это даже будет Другая трасса То есть Такая Для Уже Именно для ребят Которые Ездят по соревнованиям Куда-то Так что-то Ну в общем Для лыжников Потому что Там и горки И спуски И подъемы То есть Хорошая такая Лыжная трасса Вот Десять километров Посмотрим Сколько будет желающих Как получится Как пройдет Будем ли мы ее делать Каждый год Или что-то мы будем менять То есть Посмотрим Ну пока мы Да Первый раз проводим Десять километров Скажите Насколько это Десять километров Ну как вы сказали Довольно серьезный Уже задел Наверное Там больше будут Спортсмены заявляться Да Да Безусловно И они уже заявляются И мы ждем еще То есть Мы рады Что Ребята Спортсмены Мы видим Что даже есть Ребята Кто каждый год К нам ходит На нашу Лыжную гонку И поэтому Мы ждем Спортсменов Ребята Десять километров Вас ждет Но Но Не только Спортсмены Могут заявляться Могут и Любители Активного Зимного отдыха Заявляться Потому что На самом деле Преодолеть Десять километров Еще в такой Серьезной Атмосфере Соперничества Это очень Серьезный вызов Да Это Та планка Которую Важно Перейти Зимой Десять километров Преодолеть Да Поэтому Всех призываем Только спортсменов Если даже Вдруг не получится Занять призовое место Все равно Преодолеть Эту дистанцию Доказать себе Что ты можешь Это мне кажется Дорогого стоит Да ребят Даже на три километра Приходите Для кого-то И три километра Это дистанция Что ты можешь Для малышей 50 метров Это тоже дистанция Да И 300 метров Дистанция Потому что Для кого-то Кто-то уже бегает А для кого-то Это будет дистанция Кто в первый раз Станет на лыжи И это очень популярная Дистанция Среди Наших Деточек То есть Они Да Кто-то пешком С мамой С папой То есть За ручку То есть У нас есть дети С проблемами Опорно-двигательного аппарата Но они встают На лыжи И преодолевают Эту дистанцию Потому что Они знают Что в конце На финише Обязательно Получат медаль То есть У нас все участники Получают медаль Финишера И для детей Это очень важно То есть Также участники Получают у нас Все сертификаты Участника Это вот то Что мы ввели С нашего Вот Первого еще пробега Вот мы ввели Сертификат участника Каждому И мы от этого Не отходим То есть Они все равно получают То есть Конечно Для ребят Спортсменов Кто выступает Там сертификат Участника Лыжной гонки Спорт Во благо Может быть И не так То есть Они тут же получат Если кто-то займет Первое место Они получат диплом А для детей Это очень важно Что они получили сертификат Сейчас многие ведут Портфолио Они там подписывают Свой сертификат И вставляют в это портфолио Ну на стенку повесить В комнате Тоже ведь здорово Да И медальку еще Прикрепить Финишера То есть Да Поэтому конечно же Мы Ждем Ну и Как говорится Участвовать могут все Даже если Вы передвигаетесь Еще на саночках Потому что Мы подходим К нашей Заключительной Дистанции Самой веселой Это фанран 300 метров На лыжах Без лыж В валенках На санках На ватрушках Как угодно Главное В костюме Не важно Какой он Купили вы его В магазине Сами сделали Какой-то карнавальный Одолжили у друзей Не важно Наспех что-то Сварганили Здесь мы Оцениваем Не скорость Мы оцениваем Костюм И чем он будет Креативнее Веселее Самобытнее Тем лучше Я очень ждала Когда пойдут Такие самобытные Костюмы Потому что Еще когда мы Начинали В основном Это были Какие-то Покупные костюмы Я в свое время Дождалась Когда у нас Вышла Избушка На курьих ножках На лыжах Притом Она была Ну вот Все было Даже вот эти Куриные Вот эти Лапы Вот такие Вот были То есть И Это было Потрясающе То есть Потому что Ну реально Избушка На курьих ножках Еще и на лыжах Вышла Прокатилась На курьих лыжах Да 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 Поэтому Мы ждем Ребят Приходите Да То есть Может быть Еще презентация Не просто Можно преодолеть Дистанцию А как-то Красиво В образе В образе У нас приходят Целые организации Они продумывают Свой образ То есть Не так Что каждый Пришел Одел один костюм Там свинки Символ этого года А второй Там петушка И третий А они продумывают Свой образ И что-то делают И как они преодолевать Да И они там У нас был целый детский садик Который пришел Они все пришли В костюмах Там золотой ключик Из сказки Персонажи Придумали какую-то там Речевку И шли с магнитофоном То есть Это смотрелось Для них это была Такая мини-демонстрация Просто сказочные игры Какие-то То есть Да Репетиции перед летними Сказочными играми Да Поэтому Постоянно Что-то креативят То есть Приходят Да В каких-то образах Либо это были Вот тоже была организация То есть Когда это были все Там клоунский образ То есть Они одели смешные парики Там разрисовали себе лица Там сделали красные носы Это тоже смотрелось Очень здорово Нас один раз Надели Двое наших педагогов Они одели Взяли У нас такие ясекиевские Тоннели Тоннели В которых дети ползают На занятиях Зеленого цвета Они их одели Одели там Шапки смешные Рожки Были гусеницами И дети их тут же назвали Вупсени-пупсени Из лунтика То есть Да Кто во что гораст Да Да Мастера-мастерицы И бегать в этих туннелях Было невозможно Они практически ползли Как гусеницы Да То есть И после этого Это такая красивая Веселая Точка Наших соревнований После этого Мы Приступаем К этапу награждения Когда Да Выходят наши призеры Притом Фанран Мы тоже награждаем Призеры Хочется сразу отметить Что это не просто Спортивное соревнование Здесь есть наполнение То есть На протяжении всего мероприятия На поляне На старту Будет работать Детская анимация То есть С детьми Обязательно Будут играть То есть При этом Предусмотрена Теплая игровая комната Это очень важно Да Если Кто-то Долго не может Стоять на улице Там замерз Или что-то Можно зайти Погреться С ребенком То есть Для ребенка Будет теплая игровая комната Сделана То есть Конечно Будет Чай Горячий чай Бутерброды Да То есть Мы можем уже сказать Что будут чизгейки Которые Все тоже В школе номер 3 Будет расположена Регистрация Теплая игровая комната Камеры хранения Туалеты Раздевалки И там же Как раз Вот можно будет В тепле попить чай Кофе То есть Погреться Куда сходить Будет Да Ну Обещают Что будет вроде как Пока не очень холодно Вот На всякий случай Это очень полезно Мы сделаем эту гонку Жаркой Горячей Жаркой Да Это очень здорово Призы Вы уже сказали Да Что каждому Финишировавшему Будет медаль Каждому Получит сертификат Участника Да И более того Мы сейчас Откроем Какой секрет Мы еще готовим То есть Мы стараемся У нас Каждое мероприятие Вот под эгидой Спортного блага Мы От Именно От Этого проекта Готовим Тоже Всем участникам Какой-то Небольшой Памятный Сувенир Именно проекта Спортного блага И в этом году Мы решили Что Мы провели Мероприятий Уже много Накопилось У людей Медалей Наших Поэтому В этом году Мы будем Всем участники Подарим Они получат В своих раздаточных Пакетах Медальницы С логотипом Спортного блага То есть Куда они Могут повесить Свои медали Да Как раз Очень полезно Давайте сразу расскажем Зарегистрироваться Как и где можно Зарегистрироваться Можно на нашем сайте Дорогую Добра Точка РФ Вы заполняете Анкету Участника Вам Приходит Ответ Что ваша заявка Заполнена И о способах Оплаты Значит Регистрационный Взнос Для Детей От 6 до 17 лет Составляет 200 рублей Для взрослых С 18 лет 400 рублей Независимой Дистанции Дети до 5 лет Включительные Бесплатно То есть Им не нужна регистрация Они просто приходят У нас И выходят на старт Мы их ждем Замечательно Ну и вся информация Тоже на сайте есть Еще очень важно Чтобы мы проговорили Возрастное ограничение Со скольких лет Можно принять участие От ноля От ноля Ну и плюс Любого Да Да То есть Потому что Как я говорила У нас есть Замечательная Дистанция Фанран Где можно Прийти на колясках На санках Как-то Красиво Украсить Колясочку Сделать ее В виде кареты Там Или Запричь папу Вместо лошадей Да Можно Вашего Двухлетнего Малыша Нарядить В костюм Деда Мороза А папе Сделать Там Что это будет Олень Какой очень креативник Обязательно Узду нужно Подобрать Правильно Ну что Замечательно 24 числа Регистрируемся Заранее У нас есть еще Время Очень хочется Мне пораспрашивать Зинаиду О том Какие мероприятия Еще ожидаются В этом году Помимо Лыжной гонки Которой мы Только что Говорили Ну Мероприятия У нас Помимо Спортивных У нас Есть Разные Направленности Благотворительные Мероприятия Это мы сейчас Говорим о Спорте во благо И о Дороге Добра И о Дороге Добра Да То есть Ну Это неотъемливая Спорт во благо Неотъемливая Часть Дорога Добра То есть Мы официальные Партнеры То есть Спортивные мероприятия Здесь будут Да Не только Спортивные мероприятия И сразу После того Как мы проводим Нашу Лыжную гонку Мы начинаем Готовиться К Пасхе 28 апреля Будет Пасха И у нас Будут Пасхальные Ярмарки То есть Они будут И на предприятиях И в открытом месте То есть Мы Ведем Как раз Переговоры По этому поводу То есть Поэтому Это Следующие Наши Благотворительные Мероприятия Также Мы готовим Нашу Третью По счету Коллекцию Футболок То есть Кто не знает У нас Два года назад С успехом Вышла первая Коллекция Футболок На основе Принтов Наших детей В Гауди Фэшн Найт Тогда было Известные люди города С нашими ребятами Выходили в этих футболках И это было Что-то Вообще Невероятное Как это Встречали Да И вот Мы уже готовим Третью коллекцию То есть Как раз Сейчас Дети рисуют Уже Мы подошли Более серьезно Если тогда Отобрали просто Рисунки Которые нам понравились То сейчас Мы уже хотим Делать Именно Чтобы это Можно было Говорить Именно Как о коллекции То есть Стилистически Подобрана Цветовая Гамма Выверена Да То есть Поэтому Сейчас Вот как раз Уже Задание Педагогам Дано То есть Что они Будут делать С детьми Вот это Наши Такие Планы Мы Пока Не говорю О наших Спортивных Планах Потому что До этого Мы проводили Помимо Лыжной гонки Мы проводили Еще Пробег Спорт во благо Велопробег Нет Пробег Просто бегом Да Мы приняли решение Что уже мы Его Мы прощаемся с этим мероприятием нашим Соответственно Значит нужно мы придумываем новое мероприятие А почему решили попрощаться с пробегом В таком формате В котором он сейчас существует Мы поняли Что уже он исчерпал свои возможности Нужно что-то придумывать Плюс мы проводили его в конце мая Где очень много пересечений с другими беговыми мероприятиями Поэтому сейчас у нас есть задумка Другого мероприятия Но пока ее не будем Не будем Хочу бы открыть завесу тайны Что же это может быть Ну это тоже беговое событие будет Но в другое время года И немножко там Другая будет Трасса Так скажем Просто На данном этапе Мы сейчас Из-за снега Мы выбираем место Где это проводить И до снега мы успели посмотреть Только вот Одну спортивную площадку Сейчас ждем Когда снег сойдет И будем выбирать Дальше площадку Чтобы проводить Вот это мероприятие То есть нас еще ожидает Анонсирование Официальное нового Благотворительного Бегового мероприятия Да Который будет организован Спортом во благо И дорога добра Да Когда примерно ждать анонс? Осенью То есть сама мероприятие Будет тоже где-то осенне-зимнее Да Да Очень надеемся Да В этом году Очень надеемся Что все у нас получится И мы сможем провести его Потому что она Задумка уже многолетняя идет И уже очень хочется провести Да Зинаида Вот тот вопрос Который я хотела вам адресовать Еще до эфира вам говорила Это Как вы считаете Насколько эффективно Насколько интересно Тем людям Которые хотят Скажем так Сделать что-то хорошее Да Вот Благотворительностью заняться К примеру Делать это через спортивные мероприятия Насколько спорт стимулирует Насколько спорт дает возможность Сделать что-то полезное Не только для себя Да Потому что спорт Ну в первую очередь Себя делаешь здоровее Но помогать еще Своим ближним Вот как это все связано В вашем понимании В моем понимании Это связано Что это в первую очередь Это весело То есть Мы за то Чтобы благотворительность Не была скучной И мы То есть это не просто Перечислить деньги На какой-то счет Да Можно и так Можно Это просто То есть есть люди Кто как бы не хочет Никуда бежать То есть там Не на лыжах Не так бежать Никак То есть И пожалуйста Есть возможность Вот есть счет Возможности Перечислить деньги С сайта С группы В соцсетях Сейчас они Большие Колоссальные Пара кликов И все И деньги Пошли на благотворительность А можно Как-то по-другому То есть По сути То что я сейчас Рассказала Это семейный праздник То есть Здесь Можно прийти Что каждый Может в семье Побегать Найти свою дистанцию Даже если он не бежит Он может там Придумать Какой-то плакат Нарисовать И поддерживать Стоять своих Кричать Сорвать голос То есть И оно все Достаточно динамичное То есть К обеду Уже люди освобождаются Могут заняться Своими делами А могут прийти И вечером За чашкой чая Рассказывать Друг другу Как они Вот эту дистанцию Преодолевали Да Кто чего там Покричал Кто как Кто кого Обогнал Какой костюм понравился Да Чтобы они сделали И в следующем году А какая идея им пришла Да На следующий год А давайте А что мы пришли И нашего младшенького То не взяли То есть Там же Оказывается И с ним Можно было То есть Пробежать То есть Это Время Когда вы можете Провестись с семьей Когда вы можете Немножко Забыть про гаджеты То есть Отойти от них И прийти На природу Ведь Трамплин Это же на берегу Нашей реки Вятки Прекрасный вид Конечно Она сейчас Замерзшая Но все равно Там достаточно красиво Даже под снегом Этот берег красив Вот То есть Почему не выехать Сей семьей В выходные И провести С пользой Это дело Еще Мы когда начинали Вообще Что-то Спортивное Благотворительное У нас первое Был Это велопробег Наш То есть Велопробеги Они были В Кирове То есть Мы не будем скрывать То есть Уже Спортивные клубы Велосипедные В Кирове Были Которые Проводились Всевозможные И соревнования Велосипедные И просто Они ездили И по катушке И что только Не было Не было Благотворительного Велопробега И Первый пробег Мы такой провели И Мы В соцсетях Стали отслеживать Вообще Реакцию Людей На То что мы Совместили Вот Спорт И Благотворительность И люди Были в шоке От того Что мы Смогли Это Совместить Предоставить Такой формат И Там Отклик Был такой Что ребята Там Спорт А там А Благотворительность И велосипеды Как это клево Придумали Явка всем Обязательная Ребята Велосипедисты Поддержим Все туда Там Все Приезжаем То есть Мы предоставили Новый формат То есть Они бы и так поехали В этот день На велике Кататься А здесь еще доброе дело Сделали Да А здесь получилось Что они приехали И они Самое главное Что на всех Вот этих Спортивных мероприятиях О чем мы все время говорим Что участвуют наши подопечные Когда люди приезжают Это дух объединения И видят Реально Детей И понимают Самое удивительное Что в толпе Вот наши дети Они бывают Вот так смешиваются Их очень трудно Определить То есть Вот Какой там С диагнозом Этот ребенок Или без диагноза То есть Мы говорим Что наши дети Они Да Они Там Со своими Какими-то проблемами Со своими особенностями Но мы Их особенность Их диагноз Воспринимаем Вот именно Как То есть Мы говорим Что Голубые глаза Черные волосы Ну и еще Есть инвалидность То есть Так случилось Что Мы говорим То есть Для нас Инвалидность Это как Одна еще Из особенностей Вот Ребенка Голубые глаза Там Черные волосы Веснушки На щечках То есть Что-то вот такое То есть И Когда приходят люди Они видят детей Они действительно Видят Что они Играют Что-то Делают Вместе Состязаются Пытаются Проехать На велосипеде Или встать На лыжах То есть Видят Горящие глаза Наших Подопечных Видят Родителей Что Это семья Они видят Что Тоже Они могут Быть Счастливы У них Совсем Другое Отношение Вот Мы говорим О толерантном Обществе Именно Такие Мероприятия И формируют Толерантное Общество Когда То есть Я все время Говорю Что сюда Уже идут Люди У нас есть Приходят Семьями Притом Начинал Папа Как спортсмен Ходить То есть Поддерживать Потом Привел Старшую Дочь За это время У них Родилась Еще одна Дочка И они Уже Младшую Водят На наши Мероприятия Это люди Которые Прекрасно Понимают Куда Они Идут Современного Общества И Никаких Проблем Нет То есть Вот Встретились Дети С особенностями И без Все Прекрасно Существуют На этом Мероприятии И мы За это И мы Про это Говорим Чтобы объединиться И быть Все вместе Да И убедиться В этом Можно Лично Приняв участие Или просто Прийти Посмотреть Как это Все происходит 24 февраля С 10 утра Утром Плина Подгорная 15 На сайте Дорога и добра Можно Получить всю информацию Зарегистрироваться Посмотреть Как в прошлые Годы Проходило Данное Мероприятие И уже Принять Решение О том Что либо Участвовать Либо смотреть Здесь Кому что Ближе Это не все Мероприятия Которые Будут проводиться В этом году Я надеюсь Что Зинаида Нам еще Расскажет О том Загадышном Беговом Событие Которое Нам предстоит Этой осенью Зимой Посмотрим Зинаида Мы вас будем ждать С этими новостями Прекрасными Так В гостях В гостях Сегодня У программы Сферы Спорт Была Зинаида Зверева Соучредитель Организации Родителей И детей Инвалидов Дорогой Добра Руководитель Проекта Спорт Во благо В Кирове Зинаида Спасибо большое За информацию Желаю вам Прекрасно Провести событие Чтобы много И много Людей Приняло Участие Да и всего Вам хорошего Спасибо вам большое До свидания До свидания